Помните, как переходить через дорогу? Помните, да? Не спеши, спокойно шагом. Здесь особенно внимательно посмотри через плечо, не поворачивает ли машинка, да? Морозное утро для учеников начальной школы лицея номер 40 началось не с учебников и тетрадей, а с самого, что ни на есть жизненного урока. Сотрудники госавтоинспекции вместе с родителями напомнили школьникам о правилах дорожного движения и, главное, проверили, как ребята их соблюдают. Напоминания о том, как правильно переходить дорогу, лишними не бывают, считают родители. Поэтому совместная с ГИБДД акция «Родительский патруль» всегда собирает много участников. Да, полезная, конечно, потому что дети бегут под машиной, не смотрят совершенно по сторонам, все в телефонах, идут наушники, телефоны, все заняты и не особо обращают внимания на дорогу. Третьеклассники раздали листовки с полезной информацией для ребят со школы и их родителей. За такой вклад в общее дело они получили небольшие подарки – светоотражающие значки. К слову, школьники правила дорожного движения прекрасно знают и проверку прошли на отлично. Скажи, пожалуйста, как нужно правильно переходить дорогу, что нужно сделать? Ну, сначала нужно посмотреть по сторонам, сначала налево, потом направо, потому что все движения в Петрозаводске идут как бы с левой стороны, вот. А потом посмотреть направо. А вот смотри, бегать через дорогу можно? Нет. Такая работа позволяет привлечь внимание к вопросам безопасности детей на дороге. За прошедший год 12 детей оказались под колесами машин. И это только те случаи, в которых несовершеннолетних пришлось госпитализировать. Реальная цифра, когда участники дорожного движения, к счастью, отделались лишь испугом, в два раза больше, считают в госавтоинспекции. Так уже в новом году в Петрозаводске ребенок попал под колеса автомобиля прямо во дворе дома. Водитель двигался с небольшой скоростью, поэтому трагических последствий удалось избежать. Наиболее распространенные ошибки, которые совершают дети на дороге, это невнимательность и неосторожность. Чаще всего дети попадают под колеса именно когда торопятся и бегут. Внезапное появление на дороге ребенка – это, конечно, неожиданность для водителя. И водителю очень сложно принять правильное решение, вовремя остановить машину. Тем более в таких сложных дорожных условиях, когда у нас зима и на дороге может быть скользко. Сотрудники госавтоинспекции призывают родителей не становиться для своих детей плохим примером. И прежде всего самим правильно переходить дорогу. Наталья Ильина, Алексей Миронов, Служба новостей.